Мы к вам вернулись, как вы видите, я сейчас без Езели, она убежала на свой доклад, кто сейчас смотрит Езелю, мы ей желаем большого успеха. Мой очередной спикер, давай ты сама представишься. Привет, я Света Тойбор, я HR-бизнес-партнер в компании Максим Технология, мы разрабатываем агрегатор такси, который называется Максим. Кстати, очень известный, между прочим. Кстати, очень известный, и мы первыми на рынке России выкатили приложение для связи пассажира и водителя до Яндекса и Убера, да, кто об этом знает, а это мы. Такси Максим, такая рекламная пауза, это должна быть. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, про что был твой доклад. Мой доклад был про проведение стратегической сессии на компанию, фактически это был первый опыт компании Максим, и я рассказывала о том, ну и вообще, наверное, смысл доклада в том, что стратегическую сессию может провести HR. И фактически это не вотроки-сайм, к этому можно подготовиться. Это страшно, особенно если ты делаешь это первый раз. Безусловно, страшно, но реально, возможно, и фактически, ну, сказать просто, наверное, нельзя, но, ну, очень нереально. Такая история. Понятно. Ты работаешь в айтишной компании. Мы все, в общем, знаем, что в айтишных компаниях, скажем так, процент людей, скептически относящихся к групповой деятельности. Если вы понимаете, о чем я. Да, к конкурсам, к развлечениям. Это достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно большое количество людей к этим стратегическим сессиям, корпоративам, там, совместным каким-нибудь, там, я не знаю, что, ну, вылазки на природу, наверное, другое, да, к такой деятельности относятся, ну, не очень сильно вовлекаются. Сталкиваешься ли ты с этим, если да, какие-нибудь, там, универсальные рецепты? Как заставить девопса лопнуть шарика бухгалтера? Господи, хочется пойти с конца, заставлять девопса лопать шарик. А бухгалтера, наверное, такая немножко история клинжовая. Просто нужно понять, зачем, зачем это девопсу, зачем это бухгалтеру, я не знаю, зачем это шарику, возможно. Это надо руководителю компании, потому что у него корпоратив, и все должны веселиться. Ну, да, с одной стороны, вроде как надо руководителю компании, но ему же тоже нужно зачем-то для того, чтобы не объединились, а можно ли это сделать каким-то другим способом, не выводя людей вот в такой уровень дискомфорта девопса и бухгалтера вот так вот сталкивать тебя через шарик, наверное, не всегда классно. Тут момент, да, я сталкивалась, конечно, я работала в какое-то время с крэммастером, и не сказать, что все-таки, о, изменения супер, классный свет, пожалуйста, проведи больше встреч, планирование, PBR, мы так ждали, там пофиг, походим дома, как бы давай сейчас поиграем, поиграем, во что там надо поиграть для того, чтобы построить там тимбилдинговый актив. Окей, давай, погнали. Нет, но всегда работает здравый смысл и всегда работает диалог. Ключ ко всему – коммуникация. Если ты понимаешь, зачем это нужно команде, если ты понимаешь, зачем это нужно компании, если ты можешь объяснить это простым языком на языке девопса и на языке, там, я не знаю, бухгалтера, то кажется, что у тебя не будет с этим проблем. Ну, то есть, да, понятно, что с первого раза, ну, и нужно быть готовым к тому, что тебе нужно будет объяснить несколько раз, поискать какие-то еще пути, там, я не знаю, наупни все дела. Ну, то есть, наверное, странно, если ты такой приходишь с изменениями или с какими-то там, я не знаю, встречами, а до тебя у нас уже была такая девчонка, которая нам проводила, и был отстой. Ну, как бы тоже я с таким сталкивалась. Ну, как бы, окей, ребята, что было не так? Что вам не понравилось? А что, может быть, понравилось? Что мы сохраним, а что уберем? Ну, давайте попробуем еще раз, не зайдет, но, как бы, я больше не буду приходить. Про какие-нибудь можешь рассказать свои самые сложные случаи, когда ты оказываешься в некой команде, у вас начинается сессия, и ты вдруг понимаешь, что вот, ну, там, не летит, люди не вовлекаются, они не общаются, что-то происходит не так. Было ли у тебя это? Блин, у меня было, но было. Какие самые такие сложные случаи? Был, когда я работала с скромастером, фактически, мы делали внутренний проект, фактически это были все руководители там каких-то направлений, или там темледы и так далее. Был там человек 15 в группе, делали внутренний, ну, короче, внутренний тренинг. И вот не ехала вообще, ну, типа, не ехала просто задача. Я подключаюсь и понимаю, что ребят просто, ну, там, не коллаборируют друг с другом. Помним, по Такману есть там форминг, шторминг, норминг, перформинг. Вот мы там форминг у ребят был, а шторминга, ну, там, не прошли. И вот уже накипело. И я прихожу вот в эту ситуацию, когда, ну, как бы, идет конфликт. Идет конфликт, и, ну, при этом я выбираю стратегию не там свернуть вот эту вот штуку, хотя тоже стрёмно, но на самом деле, когда у тебя на встрече вы обсуждаете вообще не то, что надо, вы просто, ну, типа, на довольно повышенных тонах пытаетесь достичь договоренностей. В целом, ну, вот надо иметь, ну, какую-то силу, я не знаю, внутреннюю уверенность в том, что это должно пройти, и сейчас все равно мы выйдем, вот они прогорят, и мы выйдем на договоренности нормальные, ну, как бы, вот сейчас эту встречу мы проведем вот так, но зато следующую мы проведем, ну, вот уже более структурно. То есть вот здесь в моменте я уже подумала, все, капец, ну, сейчас, а я еще не испытательна, меня сейчас уволят просто, потому что у меня на встрече разосрались все тим-либы. Все тим-либы. Но фактически, если, ну, ты понимаешь опять, зачем, если ты понимаешь, что из этого может выйти, ну, как бы, ну, иди. Слушай, вот это, кстати, очень интересный момент. В данном случае тебе помогло вот с этой ситуацией и внутренней, и там, внутренней, в смысле, внутри себя ее проработать, и с командой ее проработать. Это все-таки опыт и наличие теоретических знаний или условные твои врожденные софт-скиллы, твой талант, можно ли этому научиться? Или ты должен быть, ну, просто уродиться скром-мастером? Я так уверена. Слушай, я думаю, что все вместе. Ну, нельзя сделать ставку на что-то из, да, мы не состоим из столько врожденного или столько полученного. Но там ты даже не всегда понимаешь, что тебе помогает в этот момент, просто используй все, что есть, и все. Я точно не топлю за то, что вот только обучить, только вот если вы обучитесь, только после этого надо делать. Роль врожденных способностей в успешности такой профессии. Точно да. Но при этом я понимаю, что в HR какие люди не идут. Ну, то есть там же все равно эмпатия. Там все равно люди, которые там, типа, про людей, которые для людей, и которые через помощь, и которые через ценность. Ну, типа, если мы говорим про то, что, а вот синий разработчик, который мало коммуницирует с командой, и вообще-то он одиночка, и ему нравится коммуницировать с компьютером 24 на 7, вот сможет ли он? Я бы спросила, хочет ли он? Если хочет, сможет. Ну, слушай, да, я видела такие истории, когда разработчики прям вообще супер-супер интроверты, они вдруг у них что-то щелкало, и они говорили там, я хочу быть тем лидом. И они обучались, то есть они себя прямо переламывали, перекраивали, вплоть до какой-то манеры общения, до темпа речи, вплоть до того, что они занимались с преподавателями по ораторскому искусству. Это да, видимо, вот какой-то толчок все равно внутренний должен быть, потому что ты на человека смотришь, ну капец там, врожденных способностей для коммуникации, кот на плакан. Да, может быть, есть, но все-таки мы... Да, они не вытащены, не актуализированы, не оформлены. Или он просто не пользовался ими. Ну, то есть, мне кажется, что человек, он целиковый, но вообще-то сбалансированный, у него все есть. Вот вопрос, типа, чем ты пользуешься в основном, и что ты, ну, типа, закрываешь от себя, да? Но мы не только добрые, да, мы и добрые, и злые. Но там из злого как-то вот неприятно быть вот этим вот человеком. Да, и ты немножко скрываешь как-то это, не-не-не, я вот-вот добренький, да? Да, да, да. А мы и такие-такие. И такие-такие, да. И вот, скорее всего, эти ребята-разработчики, они тоже и такие-такие. Просто вот изначально, я не знаю, вот мне комфортно вот так. Изначально я правша. Но если я захочу, то, в принципе, левая рука у меня тоже какая-то работает. Да, можно. Слушай, а не возникает ли у тебя вопросов с, скажем, что для тебя результат твоей деятельности? Вот я так задам вопрос. То есть ты вроде что-то поделала, они тоже вроде что-то поделали, а привело, и кажется, получился какой-то результат. И это вот три таких микросервиса, которые как между собой, непонятно, да, как они между собой связаны. Прежде чем что-то делать, я себя спрашиваю, группу спрашиваю, в зависимости от того, с кем я работаю, что хотим получить, куда идем, какая цель, во что я бью. То есть эта группа тебе говорит, то есть эта группа формулирует эту цель, не ты с ней заходишь на входе. Я могу прийти с проблемой, но не с целью, но в группу. Давай, например. Давай. Ну, вот с чем ты можешь прийти, как это все? Можно какой-нибудь гипотетический принуд. Я прихожу и говорю, там, ребята, у нас там условно Коля не дружит с Петей, или условно у нас там там тайм-то-маркет вообще ужасный, потому что две команды не взаимодействуют. Или что? Или это не ты говоришь? Может быть так, если я это вижу. Ну, там, ну, условно. Я... Давай на примере вот того доклада, который я рассказывала. Да, там, я HR, я нанимаю людей. Я говорю, окей, какие цели? Ну, потому что по цели ты фактически можешь нанять, либо джунов это проще быстрее, но нужно будет адаптировать деньги, либо это там медлы, ну, там, и понятно, да, сеньоры, соответственно, дороже, тра-та-та, но, типа, зависит от того, ну, куда, как быстро, чего хотим и так далее. Потому что не все могут сделать условно джуны, да? А я задаю вопрос, понимаешь, что там как бы, ну, фантазии, но и какая-то там личная там цель, да, или там что-то, ну, личное мнение, условно, по ответам на это. Ко мне приходят, ну, я нанимаю людей, приходят люди, это могут быть руководители направления, они говорят, Свет, слушай, а цели компании какие? Я говорю, ну, расти, развиваться. Да, ну, то есть, да, 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 ну, то есть, и в какой-то момент ты, ну, чувствуешь себя дурачком, да, то есть, что тебе приходится выкручиваться, а фактически ответа нет, ну, то есть, ответ есть в головах каждого. Ты имеешь в виду, вновь прибывшие люди к тебе приходят с вопросом, типа, Свет, а что у вас? Ну, вот у нас адаптационная встреча, условно, Свет, куда топим? Да. Мне нужно понимать, чтобы стратегию отдела выстроить, я говорю, приколдесно, отвечу танцем. Свет, как будущее, да, да. Ну, и, в общем, соответственно, проблематика у меня, и я прихожу там, условно, к основателю компании, говорю, слушай, а цели какие? Ну, расти и развиваться. Я говорю, супер. Вот такая еще цель. Да, да, да. Но даже ты подсвечиваешь, почему вот такая цель не работает, да, потому что пути могут быть разные. И что такое развитие, и куда мы вообще, да, какая точка? И мы просто будем грести в разные стороны и останемся на месте. Да. А сил потратим много. Каждый будет грести к развитию. Только развитие будет разное. Да, просто развитие все по-разному ищут. Ну, типа, нам нужно синхронизироваться, предлагая вот такой формат. Ну, то есть, условно, вот так. И дальше уже на этом формате вся проблематика, которая выстроится. Или там мы, ну, например, тоже мой опыт вот в нынешней компании, я прихожу, вижу, что, ну, там, у нас сервисная модель, что у нас, ну, решения могут приниматься из разряда. Давайте вот сделаем так, потому что я так чувствую. Ага. Да. Класс. Кайфово. А как мы это посчитаем? Да. Ну, типа, окей, я вижу, что, ну, там, вот в метрике, не везде есть, например, такой посыл, а давайте перестроимся на более продуктовую историю. А кто у нас вообще развитием продукта занимается? А кто у нас фичи проектирует? Что проектируют? Я говорю, фичи проектируют. Ага, никто. Делаем продуктовую дирекцию для того, чтобы у нас был более-менее сбалансированный, ну, сбалансированный, сбалансированный орг структур, наверное, да? Все равно должен быть, я не знаю, ну, какой-то конструктивный конфликт между тем, кто разрабатывает, и между тем, кто, ну, там, типа, а когда, а быстрее, а результат, да? Все равно должна быть фрустрация, поддержка, знаешь? Когда, ну, там, у нас достаточно времени и ресурсов на то, чтобы разрабатывать, ну, короче, мы разрабатывать будем столько, сколько на это отведено времени, отведено вся жизнь. Слушай, ну, здесь, знаешь, сейчас про что подумала, это на самом деле такой был отважный, отважный шаг сделать эту стратегию, потому что в результате ее вы же могли прийти к тому, что все не просто по-разному понимают развитие, а их мнение противоречит друг другу. Они такие, типа, слушайте, а мое мнение, мое видение развития компании с вашим не совпадает, и я тогда увольняюсь, говорит какой-нибудь там условный там топ-менеджер. И те руководители говорят, ты чё, блин, вроде мы хотели всех объединить, а тут мы вышли в еще больший конфликт. То есть ты думала об этом, когда не было у тебя таких мыслей перед тем, как ее сделать вообще? С одной стороны, я думала, что мы докопаемся до такого, до чего лучше, может, и не докапываться. С одной стороны, я думала об этом, что может быть какая-то такая проблематика, что будут разные точки зрения и так далее. С другой стороны, я решила о том, что пусть она лучше будет на поверхности, и мы эту проблему увидим, осознаем, и уже пойдем решать, чем она будет латентно гнить где-то там под недрами эмоций. Она все равно вылезет. Она все равно вылезет. Ну, когда-то. Ну, пусть будет рано. Давайте, вот мы сейчас это видим. Вот, коллеги, что мы с этим будем делать? И это тоже результат в целом. И это результат, но для меня это результат. То есть если ты планируешь провести первую стратс-сессию, не жди, что у тебя все после нее выйдут, обнявшись, и будут водить хороводы. А может быть, что все разругаются в этот промежуточный момент. Ну, хотя бы не разругаются, но, скажем так, выйдут с разными точками зрения. Кстати, вот вопрос еще был. Если ты на этой сессии понимаешь, что у них у всех разные точки зрения, их можно выпускать из зала с этими разными позициями, не договорившись? Или нужно вот здесь же это, ну, хоть как-то закрыть? Я бы сказала, что нужно хоть как-то закрыть. Ну, типа, с конфликтом выпускать, это кажется, что мы вообще-то не договорились вообще ни о чем. Ну, просто мы разосрались и пошли. Ну, как бы, добрый вечер. Цель немножко другая. Ну, типа, нормально, если мы увидели разные точки зрения, но хорошо бы хотя бы здесь и сейчас решить, о чем мы с этим будем делать. Может быть, не сейчас мы это решим, но типа, окей, а следующая встреча какая? Это когда? Какой состав участников? Что делаем? Окей, принято. Ну, то есть какие-то договоренности должны быть, иначе... Ну, как бы мы просто пришли, поболтали и ушли. Ну, скорее всего, уже мотивации продолжать какие-то такие встречи вряд ли будет. А вроде бы это ценно, потому что мы вот здесь сейчас находим какие-то конфликтные точки и конфронтации, которые, ну, как бы нам мешают двигаться дальше фактически. Ну, вот, наверное, так. Но чего точно не стоит бояться, что будет какой-то вот негативный результат. Вообще, если есть шанс нанять кого-то извне или с ним хотя бы в сотренерстве поработать, это, конечно, супер. Ну, типа, у нас не было такой истории. Ну, без оценки. То есть вам же нужно безоценочную позицию занимать, когда вы фасильтируете, а иногда у вас, ну, как бы вы не можете занять себе безоценочную позицию, потому что, блин, есть оценка у меня, друзья. Ну, и вот это, конечно, ну, такая история, да? Если есть возможность, нанимайте. Если есть возможность, классно в сотренерстве это делать. Если есть возможность, можете вообще в группе сидеть и влиять на командный результат. Но если такой возможности нет, лучше сделать, чем не сделать. Супер, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...